Здравствуйте, друзья! Мы снова беседуем с Борисом Виноградским, хирургом из Клигленда. И у нас немножко другая тема сегодня. А вы видели, ребята, комментарии писали, да, вот под тем видео посмотрели? Да. Хорошие, брат, так они нас, в общем, неплохо приняли, я считаю. Так мы старались. Но мы как от души. Что хочу сказать, тема другая у нас немножко. Вы сказали, что скоро едете куда-то в Россию куда? На самом деле мы едем в Москву. Хотя изначально, когда медицинские проекты РАМа начинались в России, мы старались, ну так если честно, то мы старались ехать куда угодно, только не в Москву. Вот. А сейчас так получилось, что все сложилось, мы едем к людям, которые нас хотят увидеть. Значит, я напоминаю нашим слушателям, что зрителям, что РАМа – это русско-американская медицинская ассоциация, да? То есть это ассоциация врачей из бывшего СССР в Соединенных Штатах. Значит, вы какие-то проекты там делаете по передаче опыта или что это? Я, если можно, там вкратце такую вводную могу дать, что РАМа как не ассоциация, а просто как идея началась в 1991 году, когда стало понятно, что без помощи, без советов, без общения вот в этом кругу врачей, приехавших оттуда, в Америке будет очень сложно. Информации было очень мало, людям нужна была, так сказать, просто помощь какая угодно моральная. И вот эта вот группа начала, так сказать, создаваться в это время, с 1991 года. То есть это сейчас у нас уже почти 25 лет. То есть надо было помочь врачам, которые приезжают в Америку, им надо как-то освоиться? Да, в первую очередь нужна была информация, потому что информации было ноль. Вот. И, в общем, потом прошло большое время, и в 2002 году организация оформилась в нон-профит, так сказать, официальную организацию, и с тех пор она существует как официальная корпорация. Ну, это как бы не так важно, потому что, ну, не в этом дело. Значит, появился и веб-сайт, и фейсбук-пейдж, и все остальное. И, в общем, там сейчас тысячи людей, которые обмениваются информацией, помогают друг другу. И, в общем, потом, где-то к 2007 году у нас сформировалась вот возможность поехать в Россию. Начали мы с Кемерово, с сердечной хирургии для детей. И, в общем, с тех пор много разных было проектов, поездок. Ну, я могу честно сказать, что они все закончились одномоментно в начале 2014 года, когда, 3 марта, не знаю, я могу быть политикой коррект? Ну, давайте будем корректом. Люди разные. Да, ну, в общем, наступили определенные времена, и появились проблемы в Крыму, потом на Донбассе. И все наши, у нас было 7 проектов в России, которые работали очень хорошо. Все они встали просто как вот столярная шкурка на столярную шкурку. Вот два вопроса у меня связанных возникли, вот к тому, что вы уже сказали. Значит, статус non-profit корпорации, официальный статус non-profit корпорации, по идее, должен, например, давать налоговые списания тем, кто вот жертвует, там, может быть, какие-то денежки, там, средства на деятельность этой организации. Правильно ли это? Правильно. Так, следующий момент. Все-таки вы ездили, у вас было 7 таких экспедиций, программ, там, что-то это связано с поездками. То есть, надо билет, надо жить там, надо. Я уже не говорю о том, что люди там, ну, может быть, они на свои, так сказать, будут. Не получают деньги в это время на работе, допустим, они такие, волонтерствующие. Но все-таки кто-то финансирует это, то есть, кто-то дает деньги в этот профиль. Значит, когда мы начинали это в 91-м году, или там, ну, можно сказать, когда я это начинал в 91-м году, все деньги были мои. Значит, то есть, никто никому ничего не давал. Потом, когда мы дошли до такого уровня взрослого, мы, во-первых, делали фандрейзеры здесь, в Америке, и какие-то небольшие деньги получали от американских организаций, компаний, от компаний, которые, значит, выпускают лекарства, инструменты, оборудование. Потом, когда мы стали делать проекты в России, вот в семи городах, я могу перечислить, то есть, мы ездили в Кемерово, в Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, в Томск, Нижний Новгород, Воронеж, Ярославль, Питер. Значит, мы получали определенную сумму денег от наших партнеров там. И, в принципе, до Крыма все было хорошо в том плане, что они не возражали сотрудничать с американцами, им это нравилось, в общем, это была польза, и они видели эту пользу. И, там, если мы дойдем до деталей, я могу сказать, в чем она заключалась, но это не важно. А сейчас они как бы превращаются, если они с вами продолжают дружить, они как бы пятая колонна теперь, или как? Ну, те, кто хотят сотрудничать с нами, в принципе, да, им непросто, то есть, им сложно доказать, что сотрудничать с американцами, оно, причем мы-то американцы относительно, то есть, мы приезжаем домой, вот. Да, это становится все очень непросто. И, кстати, еще кроме того, мы работали не только в России, мы работали еще в Казахстане, вот. К нам приезжали группы из Астаны, из Алма-Аты, я был в Алма-Ате сам, вот. То есть, мы пытались расширять все это дело, не только географически, но и по специальностям, и все. В принципе, если бы не было Крыма, если бы не было, так сказать, Донбасса, то, наверное, все было бы очень даже нормально, потому что наша задача в чем? Мне от этого делать денег не надо, я от этого зарплату не получаю, то есть, я делаю это, у меня хватает моей зарплаты от хирургической практики. Мы, на самом деле, на чистом сливочном масле готовы работать, приезжать домой, помогать и так далее, и нам есть что показать. Вот, просто это все вдруг, как водопроводный кран, закрылось одномоментно, и, в общем, мы, ну. А вот, я вспоминаю Жванецкого, так, из давних вещей. Великий человек, великий человек. И вот у него там была замечательная, ну, мы-то помним того Жванецкого еще, вот, когда, когда совершенно другой был аспект этого всего, да, то есть, как бы, когда нельзя было говорить, он что-то говорил, и вот, вот эта фраза его, что какой смысл, говорит, такие замечательные операции делать, если выхаживать все равно не умеем. Значит, вот, сейчас в этом смысле лучше, вот вы передаете опыт, вы говорите, вот, допустим, вы хирург, да, и вы как, вы что-то им такое профессиональное передаете. Есть возможность это реально довести до результата? Конечно, конечно, есть, конечно, есть. Дело в том, что, на самом деле, вот, может быть, хотя в Америке очень много политкорректностей, но, тем не менее, когда доходит до реального дела, особенно до медицины, ну, мы особенно камни за пазухой не держим, мы говорим так, как есть, и уж, как это они воспримут, это уж их проблемы, а не наши, то есть, конечно, то есть, мы говорим так, как есть, и это работает, потому что чудес-то не бывает, они же все понимают, они же умные люди, то есть, как бы, мы такие же врачи, я же хирург из России, я же не здесь родился, нет никакой разницы между людьми, там такие есть великолепные хирурги, врачи, которые совершенно все прекрасно понимают, и есть просто феноменальные люди. Система не позволяет им добиться того, чего они могли бы, и, к сожалению, я могу очень много примеров привести, когда система их душит. Вот, извините, вот такой вопрос, я все-таки, не то, чтобы система, допустим, специально против них действует, или система просто им не помогает, там, где надо помочь, вот, как система, но никто же не скажет, давайте лечить плохо, если можно лечить лучше, так же система, никакая система так не скажет. Безусловно, просто, например, хороший врач должен получать много, и... Окей. Во всех странах так, кстати, во всю Береку? Да, и даже если брать социалистическую медицину Западной Европы, тем не менее, врачи там получают достаточно. Вот. Может быть, не так много, как в США, но, тем не менее, они получают очень хорошо. Вот. В России почему-то отношение к врачам сейчас такое же, как было в 46-м году, когда были врачи-убийцы. Вот. И когда об этом заходит разговор, то население в целом почему-то ожидает, что врачи должны быть, как это сказать, альтруистами, и они должны работать там по 25 часов в сутки, и при этом получать 2 копейки в день. А вот, я известно, а там разве не страховая медицина сейчас? Там со страховками медицинскими все очень запутано, потому что существует фонд обязательного медицинского страхования, существует фонд дополнительного медицинского страхования, потом там каждый при себе еще всегда имеет наличные деньги, чтобы дать врачу. Потому что все эти фонды, там ситуация такая, что все это идет куда-то в больницу, больница там куда-то что-то делит, вот. И врачи на самом деле не получают того, что они заслуживают. Причем здесь, например, ну в западных странах в частности, существуют две основных системы. То есть существует частная медицина, где вот как я работаю, то есть так как я, например, я так же работаю, как хлебопек, там человек, который делает там ботинки, человек, который делает все, что угодно, что сделал, за то и получил. Если качество хорошее, люди покупают, так сказать, я в шоколаде. То есть врач-предприниматель? Безусловно. Вторая система – это врач, который работает на какую-то больничную систему, получает зарплату. И, кроме того, получает деньги за выработку, то есть сверхзарплаты он получает за, например, дополнительные операции, которые он сделал. Получается достаточно вкусно. Если врач работает в Москве, в больничной системе, если он частный врач, я понимаю, что, наверное, у него все нормально, но если он работает в больничной системе, почему пациент-то должен, пусть ему больничную систему платят, почему пациент вообще должен с ним вступать в финансовые отношения? И пациент как раз не должен с ним вступать в никакие финансовые отношения. Дело в том, что больничная система съедает такую сумму денег, что врачу ничего не остается. На самом деле я знаю, что в 2013 году хорошие врачи, хирурги, ортопеды, анестезиологи, рентгенологи, которые, в общем, работали на хорошем уровне, получали, я могу сказать, наверное, ну минимум в пять раз больше, чем они получают сейчас. То есть упали заработки. Заработки упали очень серьезно. Я думаю, что они могли упасть даже в 10 раз, по сравнению с тем, что было. В общем, суть в том, что существует вот эта больничная система, которая в первую очередь защищает себя и администрацию этой системы. Врачи там находятся на последнем месте. Я на самом деле не говорю про медсестер и про всех остальных. Они просто получают свою зарплату. У средней медсестры в России там зарплата в месяц порядка 6 тысяч рублей. Это там, сейчас скажу, это 10-100 долларов в месяц. Это даже не смешно. А здесь же система тоже себя защищает? То есть она вынуждена платить хорошо врачу. У меня тоже такое ощущение, что мы на систему все больше и больше отдаем. Медсестры здесь и ассистенты врачей, и так называемые неж практишнерс получают так, что в России не снилось. То есть физишн ассистент или неж практишнерс получают здесь от 75 до 125 тысяч долларов в год. Это очень приличная зарплата. И это не врачи. Это не врачи. Медсестры здесь получают, ну, начальное получает 40 тысяч. Опытные медсестры получают 60 и выше в год. Это не регистратор нерс, это нижекласса. Регистратор нерс. А рэн. Вот. То есть, опять же, они работают. Они работают. И система требует, чтобы они работали, потому что, ну, это очень важно. Дело в том, что, опять же, есть принципиальная разница между медсестрами в России и медсестрами в Америке. Американские медсестры считают, что, и правильно считают, что это отдельная профессия. Они гордятся тем, что они делают. И они не позволяют, так сказать, врачам, ну, как сказать, врачи – это врачи, медсестры – это медсестры. В общем, это… Они относятся к себе очень серьезно. Это не шутки. Они не позволяют врачам сексуально домогаться. То есть, чего они не позволяют? Нет, нет, причем здесь. На работе, на самом деле… Я не понял, чего они не позволяют. Я имею в виду, что, как есть… Нет, о сексуальных домогательствах вопроса речи не идет. Это все… В больнице, кстати, с этим очень строго. Вот. Три основных причины, почему врачи могут потерять свою лицензию, например, – это алкоголь, наркотики и сексуальные проблемы. Уволят сразу, на раз. Вот просто конкретно возьмут и уволят, и все. Как бы с волчим билетом лицензию заберут? Это будет, да, это будет черный список. Ну, и лицензию решат абсолютно, безусловно. То есть, это вопросов никаких. Нет, я имею в виду, что медсестры, они очень серьезно относятся к своей профессии, к своей работе. И они… Это целая, отдельная, как бы, профессия. Как бы цех такой, да? То есть, у них цеховая такая солидарность. Да, безусловно. Вот. И я на самом деле могу сказать, что, как бы, чего мы хотим, вот как ассоциация. Мы хотим работать с врачами, медсестрами в России, с теми людьми, которые готовы построить новую медицину в России. Там очень много сейчас частных клиник. Там очень много, в частности, мой друг, например, Алексей Живов. Он сейчас является главным врачом Ильинской больницы, которая строится вновь. Она где-то там на Рублевке. Это частная больница. И они очень хотят построить ее, как бы, правильно, вот так, как должно быть. И они обращались к нам за помощью, чтобы мы могли, например, помочь в стажировке врачей, медсестер и так далее. Вот это то, что нам нужно. Вот. Это то, чего мы хотели бы добиться и делать это в разных регионах России. У нас возможности, ну, количество желающих врачей поехать в Россию, поработать, посмотреть саму страну и все остальное. Очень много. Большое, очень большое. Все-таки, если это американский врач или медсестра хочет поехать в Россию, поработать, это ведь все-таки большой расход денег. Ну, вот, или, скажем, не расход денег, которые в сбережении, но не до получения денег, которые можно было бы получить. У них тут бортеджи, они должны платить там за свои дома. Беззона. Ну, и они едут куда-то, не получают денег. И как-то это все-таки какое-то, я не знаю, это, ну, еще их много. Если есть какое-то количество, небольшое, это понятно. Но когда это много, то это просто настолько мотивированные люди, у них как бы такое вот, ну, я не знаю, какое-то профессиональное такое. Так, что-то у нас, что-то у нас тут остановилось. Да, так вот, чего они так? На самом деле это так и есть. Это мотивированные люди, потому что я могу сказать про себя. Когда я езжу в Россию, и, например, до 2014 года это было 2-3 раза в год, если я еду, у меня частная практика, если я еду в Россию, допустим, на неделю, это значит, что моя практика останавливается, и я ничего не зарабатываю. А с одной стороны, с другой стороны, если я еду в Россию, то я трачу деньги. То есть это такой двойной удар. А, наверное, вы, если едите до недели, у вас, наверное, практика на все две встанет. Вы же не можете приехать с часовыми поясами, все эти дела, и, допустим, пойти резко. Ну, ну, не на две, но не в этом дело. Дело в том, что, безусловно, есть потери. Но, ну, вы знаете, может быть, мне на самом деле никто не верит. То есть мы приезжаем в Россию, нам говорят, ну, чего вы сюда приехали, зачем? Мы говорим, потому что мы хотим с вами работать. Они говорят, ну, вы же потеряете деньги. Я говорю, да, ну, да, теряем. И вы что, вы из этого не получаете ничего? Я говорю, ну, не получаем. Они говорят, не может такого быть. Я говорю, ну, как не может, ну, вот мы приехали же. Они говорят, да не может такого быть, но вы нас обманываете. И на самом деле в России вот, ну, не верят нам. Они говорят, что, ну, вы должны получать какой-то бенефит от этого всего. Я говорю, ну, ну, какой бенефит? Типа, никакого удовольствия, кроме эстетического, я не получил. Вот, ну, не верят люди. Нет, безусловно, в Америке особенно. Масса народу, которые там волонтерствовали где-то, и у них вот эта вот общественная работа, вот то, что нам там большевики, значит, как-то навязывали. Ну, бездуховная же Америка, ну, бездуховная, скреп-то нет. Скреп, ну, какие-то свои, наверное, есть что-то. Там, конституция там, значит. Ну, мелочь такая, типа конституция. Я могу сказать очень просто. Желающих поехать очень много, и мы, к сожалению, можем взять с собой всех, кто хочет. Потому что вот мы едем в Москву в ноябре, вроде все сверстанно. Значит, у меня есть два человека, которые просто конкретно спрашивали, которые уже себе выделили время на отпуск, чтобы поехать с нами. И мы не можем уезжать. Нет, американцы. Вот, один сосудистый хирург и один перфузиолог. Это для операции на открытом сердце. Вот, он работает в клинике, это большое, большое дело. Вот, он готов ехать, он как бы все, он готов заплатить за все. Он говорит, я поеду. Вот. Он много ездит в разные. Сейчас, одну секунду. Да. Вот такой у меня, я не знаю, не то, что вопрос, но вот беспокойство. Знаете, какое? Мы-то люди битые, там, чего-то помним. Знаете, как? Я уж не говорю про наших родителей, там, через что-то... Я родился еще, когда Хрущев был, секретарем ЦК КПСС. Так и я тоже, я 56-го года. Не то, что я их сильно помню, знаете. Понятно. Но Брежнева я помню хорошо. Но Брежнева, да. Я помню еще, знаете, что, очень детские воспоминания фестиваля. Молодежи студентов в Москве, мне тогда было три года. Значки такие были, знаете, стеклянные, вот все дети ходили со сами. Ну, неважно. Значит, я просто что говорю, что все-таки такое время напряженное. Вот вы едете сейчас, да? И нет ощущения, что есть какой-то риск, вот, как-то под какую-то гребенку попасть там, вычищающую. Все-таки, я не знаю, какие-то вот, какая-то пятая колонна работает с какими-то агентами, там, под прикрытием или без прикрытия, там, я не знаю. Но вот если нужно, допустим, завести дело какое-то, то вот лучше вас не найти. Знаете, какие хорошие? Они приехали еще из наших, там, еще евреи, нибудь все, там, еще что-то. Ну, то есть, все там новое. Евреи-евреи, между прочим, да. Я говорю, что у нас второй главный, так сказать, кардиотеракальный хирург здесь, он американец, его зовут Джерри Дурам, но у него тоже интересная очень судьба, он родился в Нигерии, в Африке, где его родители работали, значит, этими, как их звать, мишенерис. Вот, а потом он, он очень, он прикипел к России, он был в России два или три раза, в Ярославле, в Москве, он говорит, я поеду в любом случае, а что такого, то есть, как бы, вот. А второй человек, второй, значит, член экспедиции, кардиотеракальный хирург, мой хороший друг, Яков Ильгудин, ну, он-то еврей, ну, что же сделать теперь, что же не починишь, типа, я же вижу пархатый. По глазам. Слушайте, а вы знаете, что, тогда я вам еще такой вопрос задам. У нас вот на канале часто меня, ну, как бы, не то, что так сильно ругают, но вот говорят, что я преувеличиваю, что не было такого, что вообще все это ерунда. Вот я рассказываю там, как у меня жена моя из Киева должна была уехать, потому что там нельзя было в институт поступить, там мне говорят, что вы такое рассказываете, там, и в Москве тоже там проблемы были, хотя в Москве еще не так плохо было, в этом смысле. Вот в Ярославле, например, были какие-то такие реальные ограничения? Вот люди должны были что-то такое придумывать, чтобы обойти? Ну, безусловно, то есть поступление в медицинский институт, например, было ограничено, и для евреев, например, это были проблемы. А потом просто поступление, например, на юридический факультет в университет стоило машину «Волга», в то время это 10 тысяч рублей. Независимо от национальности. Независимо от национальности. И, безусловно, как бы я не хочу ни преувеличивать, ни преуменьшать, но дело в том, что всегда во всем виноваты евреи. И так далее, и так далее. То есть это абсолютно... И сейчас это продолжается. Ничего не поменялось. То есть они все равно виноваты? Ничего не изменилось, Карл. Ничего не изменилось. Ну что же, хорошо. Ладно, значит... Опять же, не будем преувеличивать, не будем преувеличивать. Просто и рез, и рез. Да, люди, которые с вами там работают. Они какие-то энтузиасты, которые готовы, несмотря на то, что начальство смотрит косо, там, может, какая-то там власть такая более высокого уровня тоже смотрит косо. Вот кто-то радостно к вам кидает. Есть люди, которые вам рады, и которые вас хотят видеть, несмотря на то, что им где-то, вот, может быть, не одобряют их цепи? Можно я отвечу очень коротко на этот вопрос? С нами работают умные люди. Окей. То есть независимо от системы, независимо от того и сего, есть люди, которые стремятся делать лучше то, что они делают, хотят лучше лечить, хотят лучше... То есть, грубо говоря, так, значит, если мы видим со стороны американских коллег некоторое подвижничество такое, да, то со стороны российских коллег мы видим такое же подвижничество. То есть они ничего с этого не зарабатывают, они, как бы, даже подвергают себя, может быть, опасность какой-то критике там или нетамерия, но они это делают, потому что они такие люди, они не могут не делать. Они видят, что сотрудничество и не обязательно с нами, но с врачами из Западной Европы, с врачами из Азии, с теми, которые продвинуты там в определенных областях в их специальности, оно приносит абсолютную пользу их пациентам. Это все, что им нужно. И это все, что на самом деле нас беспокоит, потому что, как бы, мне недорого мое место, недорого наше дело. Как угодно клади, так вот как есть, так и есть. То есть мы на самом деле ведь, в общем, вот такая ситуация, с нами работают умные люди. А вот насчет азиатских врачей, так, может быть, немножко в сторону, но разные школы ведь совсем, да, вот скажем, европейская, американская и вот азиатская. Вот, скажем, в Америке уже видите много врачей, которые, это азиатская школа, они у нас тут есть. Ну, может быть, они не оперируют, но они, я не знаю, какие-то хиропракторы какие-то есть, вот оттуда пришло, может быть, я не знаю, откуда это пришло, которые там по меридианам ходят, энергию гоняют там, ну, вот я не знаю, как их назвать там правильным словом. Нет, я могу сразу сказать, про это я вообще ничего не знаю. То есть, для меня азиатская школа, она, ну, по большому счету, она такая же западная школа, как и наша. Я имею в виду американская. То есть, если в Японии хирурги, которые оперируют так же, и когда мы сравниваем результаты, то есть, вот в октябре я поеду, например, в Вашингтон, там будет большой конгресс американского колледжа хирургов, то есть, там будет весь мир, там будут хирурги со всего мира, и мы все говорим на одном языке. То есть, западная школа. Ну да, то есть, как бы, причем каждая страна, она предлагает, или каждая там, как бы, территория, она предлагает свои подходы, например, там, ну, если вдаваться в детали, например, та же Скандинавия аппендициты лечит консервативно, без операций, с антибиотиками. Например, там, те же японцы лечат... Ну, это, с этим можно спорить, не в этом дело. Как интересно. То есть, например, те же японцы лечат рак желудка очень детально, очень продолжительные операции, совершенно там убирают все, что могут, это, в общем, и ни у кого таких результатов, как у них, нет. То есть, у них самые лучшие результаты в мире по лечению рака желудка, никто повторить это не может. Но суть не в этом, суть в том, что мы обмениваемся, мы открыты для сотрудничества друг с другом, мы готовы учиться у них, мне все равно, что я в Америке, я готов учиться у японцев, ради бога, поеду и буду учиться. Я ездил в Италию, там, я ездил в Испанию, чтобы учиться. Вопрос-то в открытости, вопрос-то в том, что мы все живем в одном мире, это наши пациенты, это наши пациенты, мы должны делать для них максимально того, что мы можем. Наша система политическая не должна влиять на наши отношения к нашим больным, мы врачи. Это все равно, что говоря, мы не лечим эти самые результаты анализа в крови, мы не лечим результаты каких-то генологических снимков, мы лечим больных, мы лечим людей. Ну вот, я вот вас слушаю, я думаю, как, наверное, сложно было, допустим, во время войны хирургу, который, скажем, там немцы спасает. Ну, дело в том, что сейчас это происходит постоянно и в Ираке, и в Афганистане, и в Сирии, потому что те же американские, я знаю наших хирургов, которые работают в Афганистане, я знаю лично людей, которые поехали работать в Афганистан, они оперируют, неважно, они оперируют талибан, они оперируют этих самых афганских военных, они оперируют кого угодно. Для нас нет никакой принципиальной разницы. Мы не... То же самое в Ираке. Только что мой друг Билл Новик, он сердечный хирург, лечит детей с пороками сердца врожденными, он только что... Сейчас он находится прямо сейчас в Ливии, в Ливии, в Бенгазе, и он оперирует детей очень раннего возраста с пороками, врожденными пороками сердца. Опасно? Конечно, опасно. Могут убить? Конечно, могут убить. Но он там. Он там. Таких людей нет больше в мире никого. И вот я что хочу сказать, что он американец, он бездуховный, скреп нет у него, но он сейчас в Бенгазе. И то же самое, он был в Фалуджи, он работал в Ираке, он работал черт знает где. 26 недель в году из 52 он находится за пределами Соединенных Штатов, он оперирует детей с врожденными пороками сердца. Таких людей мало. А это можно полностью исправить? Что, врожденные пороки сердца? Ну, я могу так сказать, что в 1999 году мне позвонил мой друг из Ярославля, у которого родился сын с одним сердечным желудочком. Вот. Я не буду говорить, где он оперировался в России, но, в общем, ребенку, которому было 9 месяцев, лучше не стало. Он позвонил мне, он послал мне результаты его обследований. Я показал это здешним сердечным хирургам детским в университете Мичигана в Энн-Арборе. Значит, они сказали, что он должен быть здесь вчера. Я позвонил нашему сенатору, мы оформили им визу. Ребенка привезли через там 4 дня. Они прооперировали его бесплатно. Ему было 9 месяцев. Ему сделали очень сложную операцию. После этого его лечили где-то еще месяца 3, наверное. Все было нормально. Он вернулся в Россию. Через 4 года там появилось как бы такое отсроченное осложнение. Они снова его вернули в Энн-Арбор, Мичиган. Ему сделали повторную операцию. Сейчас ему, по-моему, 18 лет. Он поступил в Ярославский медицинский институт. Он будет врачом. Он пловец. У него все нормально. Мы ему спасли жизнь. Я хочу сказать, для меня самое удивительное в этом во всем было, что за 4 дня его привезли. Потому что визовые вопросы вот так решить. Это уровня там посла, я не знаю, кто это решал. Ну, так оно и было. Просто потому что нам не все равно. А вы знаете что? Тогда вот заодно вопрос. У нас очень часто люди спрашивают на канале на нашем. Пишут какую-нибудь историю. Я как человек, ну, как бы не подвержен этому всему, не имеющий, не сталкивающийся лично. Я очень как-то внутренне переживаю. Меня цепляет всегда, когда что-то вот человек рассказывает, какую-то проблему. И я понимаю, что я не могу помочь никак. И прямо плохо делается это дело. Но вот рассказывают, какая-то операция, срочно нужна. А он там прикован, там, я не знаю, коляски инвалидные. Ну, что-то с ним такое. Ну, совсем плохо. Или ребенок, еще страшнее. И они говорят, Михаил, они говорят, наверное, есть же какие-нибудь фонды в США, к которым можно обратиться. И вот, может быть, вы скажете что-то на эту тему? Ну, в данном случае вот просто был знакомый человек, который кому-то пошел, показал, тебе сказали привозить. Но вообще есть какая-то система, где может иностранец вот так приехать. Это, на самом деле, очень сложно. Я могу так сказать, что очень много людей, которые помогают, в частности, если это онкологическая патология, то есть такой фонд, называется AdVita USA. Мы с ними работаем. Мы работаем очень много, то есть со многими организациями. И в том числе, например, в России мы работаем и с больницей, как это называется, вот то, что Путин там приходил, елки сажал этого Димы. Не помню, это детский онкологический центр. Не помню. Сейчас как-то все это стихло. Два года уже прошло с тех пор, как все это было активно. Мы туда ездили, они сюда к нам приезжали. В общем, у нас больше сотни партнерских организаций. Просто, опять же, все это как-то сошло на нет по определенным причинам. Но есть, конечно, фонды. И просто нужно разговаривать очень конкретно. Есть какой-то пациент, у него такая-то патология. В чем-то мы можем помочь, в чем-то не можем. Но мы стараемся помочь во всем, в чем мы можем. То есть, конечно, проще в каком-то смысле помогать детям. Гораздо сложнее помогать взрослым. Почему проще детям? Ну, наверное, потому что это более эмоционально как-то... Проще договориться, потому что дети... Да, проще договориться. Сложнее договориться. Но очень-очень много вещей и тех, которые не касаются, например, лечения. Мы очень много приглашаем на подготовку сюда врачей. Они приезжают для того, чтобы посмотреть, как работает американская система. Значит, мы приглашаем... И просто так мы приглашаем. Ребята приезжают, так сказать, платят свои деньги за то, чтобы посмотреть. Поработать здесь месяц-два. А даже если они не говорят по-английски? Или это предполагается, что они могут по-английски? Конечно, мы хотим, чтобы люди говорили по-английски. Потому что это облегчает дело. Но, тем не менее, даже если приезжают с небольшим знанием английского языка, просто будучи в системе, вот это погружение, конечно, помогает изучить английский довольно быстро. Особенно если помоложе ребята, они очень быстро схватывают. Потом есть там какие-то гранты. Ребята приезжают, например, мы договариваемся, в Цинциннате. Там огромный детский госпиталь. Там, например, все специальности детской медицины. И там детская ортопедия, детская сердечная хирургия, нейрохирургия. Все что угодно. Приезжают люди на 6 месяцев. Мы помогаем для того, чтобы устроить это обучение. Мы очень много чего делаем, мы много чего можем. И мы могли бы делать в 10 раз больше, если бы, например, с российской стороны была какая-то открытость. Но сложно все. Очень сложно все. У вас-то получается, что вы на общественных началах... Нет, я не получаю из этого ничего. Я это делаю, что я могу. Вы как общественная организация это делает. А с той стороны вы имеете дело с лечебным учреждением. А учреждение имеет администрацию. Общественная администрация имеет городскую администрацию, областную администрацию. Какую-нибудь там еще выше система пошла. То есть, фактически, получается, общественная инициатива имеет дело с государством. Государство не любит общественную инициативу особо. Оно не доверяет общественной инициативе. Первый вопрос. Что я буду с этого иметь? Второй вопрос. Зачем эти гады к нам придерлись? И вот... Но они из этого ничего иметь не будут. Потому что... Как бы мы же... Мы никому ничего не платим. Мы готовы помогать, но как бы... А не было такого, что с вас вымогали взятки денег? Ну, я могу так сказать, что... Опять же, для прессы... Прессы, это или нет, а прессы... То есть... Мы приезжаем в Шеремейт, а мы приезжаем в московский аэропорт. Не будем называть какой. Можете убрать там лишние злоги. Нас всегда проверяют. Мы не можем пройти через таможню, чтобы нас проверили и проверили. Значит, они открывают чемодан, говорят, это что? Я говорю, это 100 долларов. Опять же, не знаю, нужно это публиковать. Да не, почему нормально? У нас, знаете, из таможенных историй... У нас знакомая поехала в Минск. А на Ворокле работаете? Там надо было какие-то... У них там аутсорсинг надо было. Вы уж извините, я винца выпью маленько. Давай, конечно. Я думаю, всем будет очень приятно видеть, какой винца. Что за винцо, какой пьем? Люблю я такие темные калифорнийские сильные вина. Такие, как Fino Noir, Cabernet. Хорошо. Мы очень люблю на Павале, Sonoma. Вы также приезжаете тут, пойдете дегустировать, тут много где-то есть. Да я стараюсь, я только каждый час, каждый год. Так, что это сказать? Да, и значит, надо было там, где у них аутсорсинг, там какие-то мероприятия нужно было. И они проходят пограничный контроль. И спрашивают, цель приезда? А женщина, она тоже наша из советских, но уже в Америке давно. И она говорит, митинги будем проводить. Говорит она. Я все понял. Белоруссия. И значит, они тоже поняли. На самом деле, они поняли, что она хотела сказать. Но просто вот это вот, очень долго гудели и возмущали. Говорит, в митинге, сказала бы, собрали. Совещали. Я могу так сказать, что ситуация, например, на таможне, в аэропорту, она всегда одна и та же. То есть, значит, вот уже два раза подряд это было, что и я совершенно абсолютно сочувствую этому человеку. Дело в том, что у него один из членов семьи, у него там есть проблемы с сердцем ребенок. И когда он приходит, видимо, один из каких-то начальников в этой таможне, он меня всегда, он два раза подряд меня спросил. Вот два раза мы приезжали, там, с разницей в шесть месяцев. Он меня спросил. Скажи, пожалуйста, что такое, сможешь ли ты перевести сокращение, сейчас скажу. РЧА. Я говорю, вы имеете в виду радиочастотную абляцию? То есть, по-английски это будет radio frequency ablation. Вот, и когда я ему сказал, что я понимаю, что означает это сокращение, он говорит, хорошо, проходи. О-о-о, окей. Потому что это касается члена его семьи, для него это серьезно. И я абсолютно понимаю, что когда я ему сказал, что это такое, я знаю, что это такое, обычный человек не знает, что это такое. Он сразу понял, что я не шучу, что я сюда приехал за делом, а не просто так. Не шпион какой-то. Не шпион. Ну нет, шпион, это другой вопрос. Типа, зачем ты сюда приехал? Вот, ну ладно. Ну, на самом деле, там, шутки в сторону. На самом деле, мы учимся у российских хирургов тоже чему-то. У них есть много чего, что показать. Но они как-то стесняются этого всего. Мозги-то есть. Мозги-то работают. Как бы, если бы нам можно было убрать вот всю эту шелуху, то нам бы обоим было лучше. А вот насколько хирург, так я наивный, может быть, вопрос со стороны, но все-таки, насколько человек, это хирург, которому нужны именно вот руки золотые, золотые руки? Или это все-таки больше знания, приборы, технологии, там, я не знаю, как вот с этим? Золотые руки. В золотых руках что-то есть. Дело в том, что человек, у которого есть хорошее видение трехмерное, и тот, который понимает анатомию хорошо, который знает, там, патофизиологию процесса и так далее, мозги никто не отменял. И технические способности, особенно для хирургов, никто не отменял. Дело в том, что есть очень умные люди, которые не могут работать хирургами. Руками не могут. Да, они не могут это сделать руками. Дело в том, что человек, который стоит, у него одна анатомия. Человек, который лежит, у него другая анатомия. И вот это трехмерное видение, вот это вот изменение позиции человеческого тела и так далее, это имеет серьезное значение, потому что человек, который этого не видит, он может много чего там наделать, которое потом не починишь. Так, неожиданно, так как-то. Хорошо, понял, понял. Так, ваша миссия, которая вот в Москве сейчас будет, в чем будет заключаться? Она будет заключаться, во-первых, в кардиоторакальной хирургии для взрослых. То есть, это лечение ишемической болезни сердца, лечение болезни клапанов сердца. И во-вторых, я сам, как общий хирург, я постараюсь сделать что-то с точки зрения общей хирургии. Но моя цель там, то есть, у нас будет трое, два сердечных хирурга, один американец, один бывший русский американец. Значит, я стараюсь сделать что-то для общей хирургии, но я буду делать административную работу очень много, встречаться с людьми. То есть, я буду встречаться с людьми в той больнице, где мы будем, за ее пределами и так далее. То есть, на самом деле, я много с кем встречался, я в свое время встречался и с нынешним министром здравоохранения, Скворцовой. Первый заместитель Скворцовой сейчас мой бывший одноклассник Игорь Каграманян, однокурсник, я его знаю там типа где-то 78-го года. Из Ярославля. Да-да-да, он из Ярославля, он сейчас только первый заместитель министра здравоохранения России. Вот, и так далее. То есть, я сделаю все, что могу. Потому что наша задача, это все дело продвигать и расширять. Мы не хотим останавливаться, Крым, не Крым, Донбасс, не Донбасс. Но вот вы приехали, вот вы приехали, вы будете, ребята, вот вся тройка ваша, то есть, вы будете сами где-то оперировать или вы... Да, безусловно, да. Да, мы будем, это больница, бывшая Роскосмос, на западе, на юго-западе Москвы. Это, там у них, в принципе, два филиала, то есть, вот на юго-западе, по-моему, на северо-западе, ближе к Шереметьеву, по-моему, в Химках. Вот, но мы будем, вот на юго-западе Москвы. Значит, и мы будем там работать, оперировать. А они будут смотреть, ассистируют? Нет, мы работаем всегда вместе с ними, то есть, мы работаем в операционной, то есть, два хирурга у одного пациента. То есть, российский хирург оперирует, мы ассистируем, мы не претендуем ни на что. Мы там выполняем, по большому счету, роль консультантов, то есть, мы обсуждаем операции заранее, мы знаем план, то есть, мы идем там в соответствии с этим планом и, как бы, это хорошо, потому что там есть талантливые хирурги, которые все прекрасно понимают, но иногда, особенно в сложных случаях, нужно, чтобы кто-то их держал за руку. А вот с точки зрения инструмента, которым люди пользуются, это тот же самый инструмент, вот вы ассистируете в операции? Нет, Россия не производит нормальных хирургических инструментов, особенно для операции на сердце. Дело в том, что, опять же, если вы хотите, если вы хотите там очень короткое объяснение, то ситуация следующая. Диаметр сосудов на сердце, на которых мы оперируем, он порядка двух-трех миллиметров. Если вы берете этот сосуд, и вам нужно сделать к нему, так сказать, шунт, то есть, пришить сосуд, который будет приносить туда новую свежую кровь, богатую кислородом, вам нужно сделать так, чтобы кровоток в этом сосуде не был никаким образом поврежден. Поэтому, если вы берете плохие ножницы, то на сосуде остаются микроскопические заусенцы. Эти заусенцы, они собирают вокруг себя клетки крови, такие как тромбоциты, например. И это, ну, в течение короткого времени, может быть, не оказывает никакого влияния на состоятельность этого анастомоза. Но в течение многих лет оно производит формирование тромба и дальше стеноза, и дальше закупорки этого анастомоза, этого соединения. Поэтому, вот, качество ножниц, оно имеет совершенно критическое значение. Дело в том, что ножницы, которые мы привозим отсюда, стригут. Ножницы, которые производятся в России, ну, извините, не стригут. А чего бы импортные не купить? Они покупают, но, в общем, это все очень сложно. Дьявол, он, как всегда, в деталях. И проблема-то в том, что, ну, как говорил Михаил Михайлович, великий человек, типа, вот, швейцарская, все нормально, а вот у нас то же самое два часа на пару не работает. То есть, вот, то же самое сделанное у нас не работает. И, опять же, ну, как бы, не каждая больница может себе позволить купить высококачественные медицинские, там, инструментарий высококачественные. Так вы оставите инструмент или вы его увезете с собой? Нет, оставим, конечно. Мы привозим туда вот каждая поездка. Мы ведь, мы на самом деле работаем здесь над этим. То есть, например, мы ездили в Ярославль в 2013 году. Мы привезли туда 16 клапанов сердца для замены. Каждый клапан стоит, там, по 3 тысячи долларов. То есть, это 50 тысяч долларов только одних клапанов. Самое главное, клапаны такого качества, что в России они не производятся. Нет, ну, может быть, не нужно самим производить? Зачем? Ну, купили во Франции, купили в Германии. Конечно, не нужно. Об этом никто и не говорит. Просто дело в том, что не покупают же. Кому надо, покупают. А кому не надо, те пользуются, так сказать, чем Бог на душу положит. И опять же... А этот клапан, как он держится там? Его пришивают как-то? Да, конечно. Прямо вот, если есть, нитками какими-то специальными? Ну, да, да, так и есть. Клапан, убирается старый клапан, ставится новый клапан, он пришивается к клапанному кольцу. Есть определенные нитки, есть определенные инструменты, как все меряется, как все пришивается и так далее. Вопрос-то в чем? Вопрос-то не в этом. Вопрос-то в том, чтобы мы могли работать нормально вместе. Что не нужно ожидать от нас каких-то... Ну, чудес от нас ожидать не надо. Но и подвохов тоже. Потому что вот так посмотришь, блин, чего ради они вдруг бросили свою работу, поехали в Россию, там для того, чтобы с кем-то оперировать. Ребята, приложите, пожалуйста, мозги-то к этому процессу. Ну, как бы... Вот сколько уже было, то есть кому чего надо, мы тому всем доказали. А то есть вас донимают вопросами, что там... А что ты сюда приперся? То есть есть такое? Не то слово. На самом деле, я могу так сказать, что вот в России, опять же, и... Ну, пусть это прозвучит. На самом деле, меня много народу знает в России. Я был врачом... Сейчас, за одну секунду. Я был врачом команды США в Сочи, на Сочинской Олимпиаде. Вот. И точно так же, вот я там работал, и потом был в Ярославле, и все. Они смотрят на меня и говорят, что ты у себя приперся? Типа, вот какого ты самое, что ты тут ищешь? На самом деле, ответ-то простой. Нечего мне здесь искать. Нет ничего такого, что есть у вас, без чего я не могу прожить. Вот. И как бы тот факт, что я сюда приезжаю, означает только одно, что мы готовы помогать, мы готовы работать вместе. Дело даже не в том, что помогать. Мы хотим сотрудничать. Мы хотим, чтобы у нас было две вещи. Мы хотим, чтобы у нас было долгосрочное, двустороннее сотрудничество. Мне не нужно от них ни денег, ни помощи, ничего. Все, что мне нужно, чтобы были открытые взаимоотношения. К сожалению, пока вот этого добиться невозможно. Почему? Знаете, я вот неоднократно возвращаюсь в мысль. У меня есть такая идея, что вот если бы, допустим, произошло пришествие Иисуса очередное, то я думаю, ему бы туго пришлось. Потому что он бы должен разрушить целую систему. Сколько народу с этого кормится. И вдруг пришел. И что ж теперь вот это? Ну, а зачем? Смотри, 2000 лет тебя не было. Я могу сказать так. Я тоже хлеб пеку дома, но я не могу прокормить моим хлебом всех. Я думаю, что да, это единственная причина. Да, на всех не хватает хлеба. Ну что же. Вообще, конечно, так вот смотришь, мы могли бы сделать очень многое. Но, к сожалению, мы не можем убрать бесконечное вот это подозрение или подозрительность и так далее, и так далее, и так далее. Ассоциация существует, работает. Очень много народу приезжает к нам сюда учиться. люди, которые, в общем, хотят чего-то добиться. А много приезжают, это сколько? Вот 10 в год, 50, там, тысяча? Что это? Ну, нет, не тысяча, конечно. Но к нам, ну, 2-3 человека в месяц у нас есть. Окей. Ну, уже поток такой небольшой. Ну, да, и потом у нас есть... Притом это много месяцев уже, и потом, конечно, вот. И причем люди приезжают, они же понимают, у нас не университетская программа, но у нас есть желание с ними работать. То есть они понимают, они видят, что они сюда приезжают, не просто их бросают на произвол судьбы, там, типа, плыви как хочешь. Так, подождите, но они, эти люди, они после того, как у вас побыли, они остаются там по Визит-Джей или они выезжают обратно, или что с ними происходит? По-разному, по-разному, всякие, кто как хочет. То есть очень многие уезжают обратно, работать обратно в Россию. Кто-то хочет здесь остаться, идти в резидентуру, сдают экзамены, т.д. То есть это уж, как им Бог на душу положит. Мы не спрашиваем. Но есть и такой путь, скажем. Как бы приехал, попрактиковался, его легче приняли в резидентуру, поскольку он уже там что-то такое понимает, лучше на одном языке с ними говорить, там, как-то, да? Ну, безусловно, да. Я просто хочу сказать, что вообще вот весь этот процесс, вот вся эта работа ассоциации, она направлена только на одно. Что если вы хотите разговаривать нормальным человеческим языком, если вы на нормальном человеческом языке, если вы хотите, так сказать, улучшить свою квалификацию, то мы готовы вам помочь. И точно так же вот после этих двух лет застоя мы снова едем в Москву, мы снова хотим, мы никогда у нас не исчезало желание работать. То есть я думаю, что будет дальше, будет больше. То есть не то, что вот когда возникли вот эти дела с Крымом, значит, с Донбассом у вас возникло отторжение, а просто с той стороны как бы вас перестали там принимать, да? У нас возникло отторжение к центральной российской власти, но нас просто перестали принимать. То есть вот все наши проекты, которые были, нам просто сказали, что вы знаете, все, что мы могли изучить и получить от вас, мы получили, поэтому больше нам ничего получить уже, мы закрываем проект. Все проекты закрылись по инициативе российской стороны. Окей, окей, я понял. То есть вы в любом случае готовы были там заниматься, но как бы с той стороны закрылись. Ну да. Ну что же, хорошо, давайте мы тогда, может быть, хочется как-то так на высокой ноте что-нибудь такое закончить. Давайте я скажу вот что, значит, слушая вас, что все-таки, я когда-то читал, знаете, про доктора Швейцера. Абсолютно такой подвижнический человек, и вот он в Африку поехал, и я не помню, был ли он Нобелевским вариантом, даже я не помню на этот счет, но он как совершенно легендарный такой дядька, и была книга из серии «Жизнь замечательных людей», вот я ее читал. И там давно, много лет назад. Я хочу сказать, не перевелись в доктора Швейцера, и подвижничество, в общем, не перестало быть актуальным. Мы это видим там и как бы в разных условиях, политических системах и так далее. То есть, я думаю, что это положительная часть, она такая позитивная. В общем-то, не задушишь, не убьешь. Стремление людей как бы вот к хорошему, к светлому, к доброму, к гуманному и так далее. То есть, клятва Гиппократа не пустое слово, правда, для врача? Или как? Абсолютно нет. То есть, конечно, причем клятва врача Советского Союза принципиально отличалась от клятвы Гиппократа. Это отдельная была? Да, она по-другому была написана. А Гиппократа уже не принимали? Ну, когда я заканчивал в 1986 году, у нас была присяга врача Советского Союза. А как? Окей. То есть, Гиппократовская отдельная не была? Да. Хотя клятва Гиппократа – текст другой. Ну. Вот. Но мы-то на самом деле сейчас… Мы просто делаем то, что должны делать нормальные люди. Вот и все. Ну, я думаю, что если нормальные люди будут делать то, что должны делать нормальные люди, то, в общем-то, на этом мир и стоит. И будет крутиться все нормально. В общем-то, это и есть надежда на то, что все будет нормально. Ну, да. И слава богу, что есть очень много людей, в частности, например, такие, как Марина Биалик, с которой у вас было интервью, с которой мы работаем, продолжаем и будем работать. Вот. В самых безвыходных, безнадежных ситуациях. Потому что, например, то, что она делает, это очень сложно. Потому что там проблема, к сожалению, там диагноз, с которым она работает, он безысходный. Но, тем не менее, в общем, есть определенный, так сказать, свет в конце тоннеля. То есть будем дальше работать. Что мы… Вы знаете, что я еще расскажу вам в истории? У нас есть женщина, работает у меня в офисе. Ну, она, педагог. А ее муж детский хирург в госпитале. А, кстати, выпивание красного алкогольного вина, оно просто делает меня более нормальным человеком во время записи, да? Ну, как все. А так был бы небожитель. А так, как все. А так вот, да. Так вот, я прошу прощения, что перебил. Детский хирург. И он вытаскивает. Сейчас они деток уже спасают. Таких вот. Буквально там, я боюсь, собираюсь, 21, 22, 23 недели. Вот где-то они уже вот таких вытаскивают. Ну, может быть, не всех там и так далее. И она говорит. Ты знаешь, я как-то однажды пошла к мужу на работу. Там его ждала. На ланч они собирались вместе. Я не знаю. В общем, она его ждала. И она в предбанничке посидела там 15 минут, пока я его ждала. И она говорит, пока я там сидела, я поняла, что все проблемы, которые были в жизни у меня, и у всех людей, которые я знаю, говорят, такая ерунда, что просто вот, я, что хочу сказать, ценить надо. Вот мы на самом деле не ценим того, чего у нас есть. Все хочется того, чего нет, знаете, а то, чего есть, как бы оно есть, и есть, чего его ценить. Вот я думаю, что... Вот я вас слушаю, я Марину Галик слушал, и она там такую дичайшую историю рассказала. У меня просто ужас. И я думал, боже, какое счастье, что все-таки мы как-то от этого в стороне, и как бы дорогого стола. Ну, на это есть простой вопрос, что the most important things in our lives are not things. Ну, да, я вспоминаю другую вещь. Вот у Светланы, жены моей, сестра была старше, она умерла в 65 лет. У нее был лепус волчанка, и она всю жизнь боролась, 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 и она незадолго до смерти, она сказала такое интересное. Она говорит, вы знаете, ребята, люди просят у Бога легкой жизни. Она говорит, надо просить легкой смерти. Как интересное такое. Чем старше становишься, тем больше это понимаешь. Ну, во всяком случае, я как-то не думаю вообще на эти темы. Мой мозг этой тематикой не обременен. Не знаю, так жизнь сложилась, удача его, что мне не приходится на эту тему сильно думать. Просто иногда вот слушаешь ваш, слушаешь Марину Бярик и так далее, и думаешь, что все-таки надо ценить то, что есть. Потому что мы на самом деле не ценим. Ценим, когда теряем. Безусловно. В общем, просто хотелось бы, конечно, для того, чтобы ваши зрители, ваши слушатели знали, что есть люди, которые готовы много делать для того, чтобы их жизнь была лучше. То есть, в общем, все не так безнадежно. Напоследок, вот если человек действительно в такой ситуации, знаете, когда там люди, вопрос жизни и смерти, нужна операция, там что-то такое. Нормально, например, на вашу эту раму написать письмо, там имейл какой-то и спросить, ребята, можно ли что-то сделать и так далее. То есть это... Безусловно. Мы получаем, на самом деле, очень много писем и запросов. На самом деле, вот то, что касается, например, онкологии, то у нас есть консультант. Он, кстати, индиец, но он очень опытный врач, который получил образование, полное свое образование в Америке, всю жизнь работал в Америке. Его зовут Пике Чаудри, он работает в Талиида, Охайо. Вот, он бесплатно консультирует любые онкологические случаи, значит, и это есть на Фейсбуке, это называется Surgical Oncology Consulting Service. Это бесплатно, вот, то, что мы пытаемся делать. То есть мы пытаемся вовлекать других врачей вот в эту работу. Если нужно написать, пишите. То есть я не могу обещать, что мы сможем помочь во всех случаях, но мы стараемся помочь во всем, в чем можем. То есть, как бы, ну, это так работает. То есть дело в том, что мы не боги, мы не волшебники. Нет, ну, уже кое-что, хотя бы надежды. Но, вот, на самом деле, как бы это все развивается, расширяется, там, смотря на нас, там много других людей вовлекаются в эту работу. То есть, ну, вот, медицина – это такое дело. То есть мы стараемся, мы делаем, что можем. А вот пока мы с вами беседовали, там вам раза три-четыре звонили. Это естественное состояние такое? А вас могут там сейчас разбудить, там, пару раз в течение ночи, там, такое тоже есть? Ну, безусловно. То есть, вот, в прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, то есть, вот, просто, то есть, после того, как мы закончили, это было, там, час ночи, я поехал в больницу, я вернулся в три. Ну, да, там, где лекарствами нужно было его посмотреть, удастся ли его оттянуть. То есть, там все нормально, все стабильно, уже сейчас прошло пять дней, то есть, все нормально. Нет, это обычное дело, мне звонят постоянно, то есть, это частная практика «in action». Да, ну, хорошо, значит, Борис, давайте я вас тогда поблагодарю за время, за готовность, там, рассказывать, отвечать на вопросы. И у нас, на самом деле, на канале, вот, вы, фактически, первый и единственный врач, который, вот, на эти темы говорит, и много народу было, которые просили врача показать. И вот, если вы комментарии смотрели, там, вы говорите, ну, наконец-то, что врача там привели, а там все программисты, программисты. Нет, я могу так сказать, что вот, вот, тех людей, которых я там написал, то есть, ну, Макфол, это Макфол, опять же, за политический процесс я не отвечаю. Но, вот, среди тех, кого я там написал еще, там, я могу написать еще, там, десяток фамилий, с кем можно поговорить. Да, ребята, не знаю, значит, дело в том, что, значит, Борис мне дал, там, несколько человек, кого можно пригласить на канал. В частности, вот, бывшего посла Соединенных Штатов в Москве, господина, там, Макфол, его зовут. Я ему, кстати, написал письмецо, но я не знаю, он пока не ответил. Я между делом вдруг так узнал, у меня дочь, она тут адвокат стартапный такой, она говорит, ой, да я же с ним фотографировался вместе. Он такой, в общем-то, достаточно доступный, и тут всякие русские сообщества там айтишные, он, как бы, частый гость там и так далее. То есть, он такой вполне, вполне в обороте, такой дяденька. Ну, не суть, значит, может, когда-нибудь мы до него доберемся, я не знаю. Ну, в любом случае, я могу, просто, я много знаю народу, ну, опять же, не для записи, но когда я буду в Москве, я буду сейчас с Познером, например. Нет, нам его сюда не надо. Ну, да, он непростой человек, мы говорили об этом уже. Но, тем не менее, я буду, там много будет разных встреч. Например, я думаю, что, опять же, если вам интересно, вот Алексей Живов, вот этот вот главный врач теперь от Велинской больницы на Рублевке, он очень интересный человек. Если ему будет с нами интересно, я же тоже не знаю. Я уверен, что ему будет интересно, потому что он очень прогрессивно мыслящий хирург, вот, нуролог и, в общем, и так далее. И вообще, это вот тот момент кооперации между Россией, Америкой и Западом, вот, потому что он мыслит так, как мы с вами. Но он может, понимаете, он может, все-таки, он там живет. Для него это может быть не очень политически корректно, как на каком-то американском, там, канале, там, чего-то рассказывать. Я не знаю, если для него это нормально, то я бы с удовольствием, конечно. Я думаю, что сначала нужно, ну, надо его просто спросить. Он умный мужик, он, кстати, там есть, например, такой хирург, его зовут Бадма Башанкаев. Он учился в Америке, работает в Москве. Вот, это тоже интересная комбинация ситуации. Значит, тоже с ним. Опять же, как бы, если интересно, если это нужно, то я знаю очень много людей, которые имеют такую достаточно нетрадиционную биографию, которые могли бы просто, ну, я думаю, дать вам интересное интервью. Ну, давайте. Я, на самом деле, в большей степени, как бы, смотрю на тех, кто живет в Соединенных Штатах, потому что нас смотрят из России, Украины и так далее. А вы мне скажите, кто вас интересует, потому что я знаю, я знаю очень много народу, и в первую очередь США, и если вас интересуют американцы, русские, кто угодно так. Нет, это русские, которые могут рассказать, ну, во-первых, чтобы интересно рассказывали, чтобы глазки светились, и чтобы... Я надеюсь, что мои светятся. Светятся, светятся, нормально. Вот, значит, ну, чтобы им интересно... Люди, которые с интересом живут, понимаете, которые... Чтоб не кондовые. Да, да, чтобы им хотелось там поговорить, рассказать что-то. Нас смотрят, на самом деле, вы видите, нас смотрят очень много таких, что и 14 лет, и 13, и даже 12, и так далее. И вот такое ощущение, что прямо как-то сироты сплошные. То есть они от родителей, дедушек, бабушек, не могут получить вот чего-то важного, информационного такого, потому что... Я это понимаю хорошо. Время очень быстро бежит, родители, там, дедушки, они где-то в том, а эти уже в этом. И опыт предыдущего поколения не дает им того, что надо. И они идут в интернет, они идут туда-сюда, вот, я там... Я такой, как бы, радионяня такая, значит, для них YouTube-няня. И я хочу сказать, что вот эта аудитория, ради которой вообще ничего не жалко, все бросишь и пойдешь, и... У меня тут учитель один из сельской школы, из Сибири был. Ну, и, может, сейчас есть, я не знаю. Так он говорит, вот я, говорит, хочу вас пригласить детям провести там урок в Скайпе. И я там, и детки у него, знаете... А там зима, там половина класса больная, но там и класс-то семь человек, там осталось четверо. Вот, и я с ними, значит, там рассказывал, они там вопросы заготовили сами, я им отвечал на их вопросы, там, и так далее. Понимаете, поэтому ради них-то ничего не жалко. Потому что в них же все опирается, если они не, как сказать, не подведутся. Правда? Абсолютно. Нет, я могу сказать просто так, навскидку могу сказать, что, например, вот рядом с нами есть Питтсбург, и там есть два очень интересных человека. Один – это Анатолий Шварцман, он директор русского театра в Питтсбурге. Он подвижник, он подвижник, он делает очень много. Вы можете найти его на Фейсбуке, и если сошлетесь на меня, то я уверен, что он захочет с вами поговорить. Второй человек – это Марк Мерман, он из Белоруссии, он профессор филологии Минского госуниверситета в свое время. С тех пор он оттуда уже давно уехал, он пишет стихи. Он шикарный актер, режиссер, недавно поставил большой спектакль поэтический о другой стороне Второй мировой войны. Не о русской истории, российской истории или советской истории Второй мировой войны, а о истории глазами союзников. Это война в Северной Африке, это Нормандии, это все остальное. Вот мы были на премьере, премьера была в Питтсбурге, была премьера в Минске. Его зовут Марк Мерман. Совершенно фантастический, фантастический человек. Вот, он такой очень нетрадиционный, оригинальный. А где тому сколько? Ему где-то 50. А, то есть он живет этим, он на жизнь зарабатывает театром? Да, да. Это большая репетрация. С ним интересно поговорить, он живой, он живой. Просто, опять же, можно пойти на Фейсбук, найти Марка Мермана в Питтсбурге. У него его этот самый ник, его картинка, такой шарж на него в пилотке с красной звездой. Вот, он абсолютно будет готов поговорить. Он очень интересный собеседник, он живой. Он постоянно, как будто ему там пинка дали. Вот. В общем, много других детей. Хорошо, вы уже наводок там много дали. В общем, просто имейте в виду, что если где-то попадется человек интересный, то, в общем, мы всегда, на самом деле, ищем хорошего. Я хочу сказать, что вот, я просто сразу не сообразил, но вот с Марком Мерманом вам, наверное, было бы очень интересно поговорить. Все. Потому что он совершенно живой. Он как вот... Все, я завтра найду, напишу ему. Сошлюсь на вас. А я буду думать, потому что, в принципе, ну, людей-то очень много. Ну, при случае. Не то, что надо специально там ходить думать, но просто бывает раз там думать. Вот, как бы, такая кинематографическая внешность у кого-то. Мерман, кинематографическая внешность. Окей. Марик Мерман. Хорошо, ладно, давайте я тогда... Хорошо, не буду вас напрягать. Останавливаю запись. Сейчас, секунду. О-о-о-о. Хорошо. Хорошо.